Часто бывает так, что смотришь на карту и думаешь, хорошо было бы пройти этим маршрутом или другим. Ну, например, пройти по Кубани со стороны водохранилища и проплыть весь Краснодар. Практически нетронутый лес, и за все время путешествия, которое у нас длится около трех часов, мы встретили около 30 человек. Смотрите, отошел от центра цивилизации на 100 метров, и дальше начинается восстановление природы. Потом думаешь, а что же там может быть интересного? Может быть, будет встречный ветер, может быть, будет грязно, ведь говорят, что все какашки, которые образуются в Краснодарском крае, сливаются сначала с Псикупса, потом сливаются в Кубань и так далее, дальше идут вниз по течению. Потом думаешь, хорошо было бы найти себе напарника, кидаешь в группу туристическое предложение, и, о чудо, появляется напарник, и ты вместе с ним сортуешь. В этот раз мы сортовали со стороны Краснодарского водопада, который находится на окончании Солнечного острова, и первоначальная идея была проплыть весь, всю Кубань, вот этого Солнечного острова, до конца фестивального микрорайона. Проплыть один мост, проплыть второй мост, потом проплыть Тургеневский мост, и там вот за Тургень, за фестивальным микрорайоном, сесть на трамвайку шестерку или семерку, и доехать обратно до остановки, которая называется Фонтаны, и дальше вернуться в Горячий Ключ. Стартовали мы в 10 часов, и примерно плыли 4-5 часов. При этом решили не останавливаться, грести до победного конца, потому что, ну, наверное, у меня с двух часов уже начиналось все отваливаться. и ноги отваливаться, начали и руки, и что самое ужасное, и спина начала отваливаться. И подумали, что если мы выйдем на берег и будем отдыхать, то тогда, то тогда, тогда, наверное, и не пойдем дальше. Напротив завода Седина нашли вот такую деревянную конструкцию. Это, скорее всего, корабль. Сколько, 10-метровый, да, или 7-метровый, да? А то, что корабль был деревянный, то да. А перетянут он всякими железными болтами, это значит, что он не совсем древний, но вот такой вот. Ждет его какой-нибудь музей. Даже здесь сетка есть. Сетка, которой ловили, наверное, когда-то рыбу в Кубани. Все. Корабль ждет своих исследователей. Когда-нибудь он сгниет, и архитекторы, археологи будут его исследовать, и находить разные болты, гайки. Еще он был сделан. Какая царица или Клеопатра на нем плавала. Вот придумать же историю. А вот рядышком находится не совсем древняя лодка. Что можно сказать? Первое предположение, что ничего интересного нету по Кубани, оно растаяло. Почему? Потому что Краснодар – это практически миллионный город, да? Миллион человек там живет. Миллион. И вот отошли мы от этого Краснодара на буквально 50-100 метров. И не души. И создается совершенно впечатление, что мы проплываем рядом с Краснодаром. Домов нет, одни деревья. Тишина. Автомобильный железнодорожный мост. Пахнет, как будто бы рядом работает какой-то тепловоз. И вы знаете, что самое интересное, что рядом находится практически нетронутый лес. И за все время путешествий, которое у нас длится около 3 часов, мы встретили около 30 человек. Смотрите, отошел от центра цивилизации на 100 метров. И дальше начинается восстановление природы. Ну да, река Желтая. Ну да, Желтая. Но этим не удивишь, потому что родился я в Хабаровске, и там точно такая же река, и даже более Желтая. По ходу нашего похода нам попадалось, ну, наверное, человек 30, ну, 40 человек рыбаков. Попадались несколько человек, которые купались в Кубани. И когда их спрашивали, а вы не боитесь полысить в этой реке? Они отвечали, что, ну, что ж, такая река, как и обычная, как Москва-река, как Волга, как Обь. Ну, короче говоря, я так понимаю, что танки грязи не боятся, и они принимали ванны и потом даже загорали. Попадались даже нудисты, то есть полностью раздетые мужчины. Нет, раздетых женщин не находилось. Да, это, кстати, были все мужчины, всех мужчин, кто был, так это мужчины. Вот, проплыли 4 часа. Цапли, бакланы, рыбаки. Вот и Тургеневский мост. Конечно, хотелось бы проплыть и дальше, но стоит понимать свои физические способности и силы. Заканчиваются, 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 заканчиваются. И нужно, нужно, нужно прекращать. За Тургеневским мостом наверняка остановимся и поедем на трамвайке назад. Все, галочки поставил. В центре Краснодара Баклан. Это не один, этот самый смелый, остальные убежали. Фестивальный микрорайон Бакланы. За Тургеневским мостом путешествие закончилось. Вода стала значительно грязнее и чернее. Фестивальный микрорайон. Так, перебили звонком. Что можно сказать? Забыл, что я хотел сказать. А, на следующий день руки и ноги, на удивление, не болели. Видимо, была зарядка, или натренировал до этого тела. Как руки, так и плечевые суставы, так и торс. Ну что, если есть возможность, поддержите лайками, комментариями и идеями для новых видео. Спасибо. С вами был Сергей Михайлов.